Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии. Врач-психиатр-психотерапевт Риль Резник Мартов. Добрый день. Здравствуйте. Игнорировать или отвечать на это, на какую-то психологическую агрессию адекватно? Давайте сначала разделим. Я подчеркиваю, речь именно о психологической агрессии. Речь идет о физической агрессии. Это уже отдельная тема. Там тоже есть свои психологические возможности, но тем не менее это совсем другая история. Во-вторых, давайте подумаем, какие источники агрессии, от чьей агрессии нам приходится защищаться. Нам, как это ни странно, приходится защищаться от агрессии и научиться защищаться от агрессии людей извне и от собственной агрессии, которая есть в нас. Потому что агрессия, которая просыпается в нас, в общем-то, настолько же разрушительна периодически. И мы не всегда ее осознаем. И даже осознавая, что мы испытываем эту агрессию, мы не совсем понимаем, почему мы перестаем контролировать форму ее проявления. Мы ведемся так, что впоследствии, наверное, жалеем об этом. То есть, на самом деле, две вещи, которые нам важны. Первое, даже три, наверное, распознавать само чувство агрессии. Второе, распознавать источник этой агрессии. И третье, это распознавать, на что или на кого она направлена. Вот, мне кажется, это важно. Может, по ходу дела еще какие-нибудь мысли придут мне в голову. Ну, что-то распознать чувство агрессии. Она ведь такая очень многоликая. Агрессия. Агрессия бывает – это наше категорическое неприятие кого-то, с кем мы имеем дело, кого-то человека. Это категорическое неприятие его в самых разных его проявлениях. Это неприятие его идей, которые он высказывает. Или это неприятие самой внешности, манеры речи, запаха, жестикуляции и чего угодно. То есть, вот это вот… Ну, каждому знакомому ты видишь человека, вроде бы ничего плохого не сделал, а раздражает безумно. И даже этому объяснение найти сложно. Был такой анекдот про человека, который молился Богу, «Господи, я соблюдаю все правила, все заповеди, я хожу в церковь, я делаю всё, что только нужно, а у меня всё не складывается. За что, Господи, вот, разверзаются небеса, выглядывает Бог и говорит, ну, не нравишься ты мне?» Вот здесь такая же история. Кто-то нам бывает просто не нравится, хотя вроде бы ничего плохого не сделал. Иногда этот кто-то – это мы сами, кстати, возвращаясь к той же теме. Так вот, чувство агрессии – это чувство неприятия, это чувство отрицания, это чувство злости в диапазоне от лёгкого раздражения до просто убить хочется. Вот, да, может быть, вот действительно, вот насчёт того, что считать агрессией. То есть если, например, ну, условно говоря, в супермаркете мы стоим в долгую очередь, подходит уже перед нами человек, вдруг выясняется, что он что-то не взвесил, и вот ему нужно что-то, ну, взвесить товар, и ты понимаешь, что его тормозит, и вот, ну, вся очередь к нему оборачивается, начинает его… А вообще, где твои глаза, вообще думать раньше надо было, почему вот не подумал, что ты не взвесил? Ну, вот это является агрессией или это, ну, такое раздражение? Я думаю, надо отделить агрессию как чувство и то, как мы её проявляем или не проявляем. Ну, чаще всего, если перед нами в очереди кто-то копошится или какая-нибудь, не знаю, бабушка в аптеке, которая решила обсудить с аптекарем… Своё самочувствие, да. Свои истории болезней, семейные дела, и тебя это, конечно, раздражает, особенно если спешишь куда-то. Ну, большинство людей молча терпит, кто-то может рявкнуть, кто-то может потребовать каких-то срочных действий и так далее. Вот, мне кажется, есть чувство агрессии, есть действия, проявление агрессии. Как известно, бесконечно подавлять в себя агрессию – плохое занятие, потому что она рано или поздно обращается на тебя самого. Этот, господи, прекрасный был пример фильма с Майклом Дугласом «С меня хватит». Вот русское название, вот я не помню, как он назывался по-английски, когда человек, вот белый воротничок, да, вдруг вот сходит просто с катушек и в результате чуть ли не с автоматом ходит и начинает стрелять. Он не стреляет, кстати, он всех терроризирует, но в итоге он провоцирует то, что полицейские его убивают, а сам он так никого и не навредил, по-моему, особо. Он бросает машину в пробке посреди дороги и идет дальше, куда глаза глядят и везде испытывает злость, раздражение, что он в каком-то мире, который для него совершенно становится неприемлемым. Наверное, такая квинтэссенция раздражения, которое мы испытываем в повседневности. Что с этой агрессией делать? С одной стороны, есть всякие восточные мудрости, типа, если ты разозлился, ты уже проиграл, или, например, все, кто занимались каратэ, знают, что была такая фраза «выигранный бой – это предотвращенный бой». То есть, ты сделал все, чтобы драки не состоялось, уже хорошо, и в общем, что в этом есть очень много правды. И опять, чтобы бой предотвратить, надо понять, что он назревает. Надо ощутить в себе эту возникающую злость. Первое, что стоит сказать себе, я чувствую эту злость. Или я чувствую злость кого-то ко мне. Я начинаю ощущать, что ко мне явно настроены недоброжелательно. И тут огромный диапазон от косого взгляда до разговора, что это сквозь зубы, отрывистыми короткими репликами, раздражительные интонации и тому подобные вещи, до прямого скандала. Когда тебя в чём-то обвиняют, упрекают и так далее. Точно так же эта агрессия, как мы сейчас в нашем современном мире, она есть в реальности, и она есть виртуальная. В комментариях, в переписках. Вот именно сейчас, увы, время, когда в мире идёт война воплощения агрессии. Эта война продолжается в отдельных беседах, в переписках, в комментариях, текстах в соцсетях и так далее. А ведь иногда бывает, вот я сам с ужасом, по-моему, один раз я был в такой ситуации. Просто написав материал, я вдруг вижу комментарий, который, вот как мне кажется, написан в язвительном ключе. И я достаточно резко отвечаю человеку, он что-то отвечает мне, и вдруг я с ужасом понимаю, что на самом деле я неправильно, ну вот от того, что это просто текст, я не могу считать вот эти интонации, просто вот порядок, может быть, слов неудачный, что вот мне показало, что это написано, ну как будто бы высокомерно кто-то меня поправляет. А на самом деле человек, ну просто вот откликнулся и написал это от чистого сердца без всякой задней мысли. И что, наоборот, вот неправ я, отвечая, может быть, с какой-то вот, ну, злостью, обидой и желанием поставить его на место, я вдруг понимаю, что я проявил себя неуважительно, грубо и, в общем-то, пытаюсь потом, ну, загладить, извиниться. Вот сам отвечаете, самый простой способ разрешения конфликта, если ты почувствуешь неправ, просто извинись. Ты извиняешься, и ты перестаешь испытывать чувство вины, человек с твоей стороны, если он достаточно адекватен, он тебя прощает, и на этом всё заканчивается. Но агрессия, она же такая, особенно в соцсетях, часто ритуальная. Знаете, как вот описываются разные, в древности выходили воины, начинали оскорблять друг друга, всячески поносить и так далее. Потом начинался бой. В наше время бой, к счастью, не начинается. Где-то в интернете ходила такая небольшая видеозарисовка, всё, что нужно знать о конфликте. Забор, ворота, две собаки, которые раскалившись, рычат, друг на друга, сейчас загрызут. Потом ворота открываются, они оказываются лицом к лицу, и как-то притихают, стоят так, смотрят по сторонам, никто больше не кричит. Ворота закрываются, начинается оскаливание, рёв, лай и так далее. В общем, похоже. Мне кажется, если людей, которые друг друга поливают грязью в интернете, вот так вот поставить лицом к лицу, я думаю, что многие просто растеряются. Многие увидят, что перед ними живой человек, а не какие-то строки, которые противоречат твоему мировоззрению, и вот эта агрессия сама по себе угаснет. А может быть и нет. Так вот, когда мы распознаём свою агрессию или чужую агрессию, вот мне кажется, первый вопрос, как вы должны себе задать, если вы поняли, это агрессия. А от чего она возникает? Вот вы привели пример, где вы сорвались, где вам комментарий показался высокомерным, уничижительным и так далее. Я не знаю, что было, Алекс, в вашем настроении в тот день. Или, может быть, для вас, это я вас не анализирую, спасибо, или, может, для вас люди, которые разговаривают презрительным, высокомерным тоном, и там такая болевая точка, и на это возникает сразу очень мощная реакция. Так вот, когда мы задаёмся тем самым вопросом, почему это вызывает агрессию, почему я вызываю агрессию у этого человека, почему он вызывает её у меня, себя, конечно, проанализировать проще, чем другого. Человек подвернулся в неудачный момент, и эту агрессию надо как-то сбросить на него. Человек мне кого-то напоминает, с кем у меня всегда были плохие отношения, его манера речи, вообще такая манера речи нас всегда задевала, неважно какая. И в этот момент мы можем задуматься, а почему я так уязвим именно для этой манеры речи. Не знаю, насмешливый, пренебрежительный, вызывающий, какой угодно, покровительственно-назидательный. Есть люди, которые ненавидят, когда с ним разговаривают назидательным тоном. Мне кажется, в этот момент в людях или просыпается тот самый подросток, которого занудно получали в своё время все, кому не лень, или в человеке просыпается обиженное самолюбие, и оно может обижено не зря, и кто-то проявляется в агрессии, начинает говорить колкости и гадости в ответ. Я в таких случаях всегда спрашиваю, скажите, а почему вы говорите таким тоном? Я стараюсь это перевести в рациональный диалог, а не в обмен оскорблениями и ядовитыми выпадами. Может, по молодости, скорее, переходил на обмен ядовитыми выпадами. Теперь как-то хочется сберегать энергию, не тратить. Когда человек напрямую спрашиваешь, а почему так разговариваешь, или какие у вас есть основания говорить со мной таким тоном, человек задумывается. Это зачастую приходит уже к снижению уровня напряжения, к снижению конфликта. Я думаю, что мы в состоянии понять, когда мы имеем дело с человеком, который в силу обстоятельств, в принципе, находится сейчас на взводе. И это видно, на самом деле, даже не надо быть профессионалом, человек, который напряжён. Обычно у него напряжены даже мышцы лица, у него приподняты плечи, он не находит в себе места. Как будто эта агрессия только и ищет поводу, чтобы излиться. И если этим поводом оказываетесь вы, случайно подвернувшись под это, так и не повезло. Я могу сказать, что, кстати, эта история с комментарием имела продолжение. Совершенно в другом случае я тоже получил комментарий. Кто-то мне указывал на ошибку, причём достаточно, может быть, немножко тоже, как мне показалось, в таком высокомерном тоне. Причём я знал, что этой ошибки не было. Но вдруг я себя взял в руки, и вместо того, чтобы нуткнуть человека, на самом деле, вот источник, вот я был прав. Я вдруг как бы так выдохнул и написал ему, что огромное спасибо за комментарий, за то, что вы заинтересовались этой темой. Но вы знаете, мне кажется, что всё-таки в этом случае вы не были правы, потому что, насколько я знаю, ссылка на этот источник, дело было так и так и так. И этот человек неожиданно рассыпался в извинения, говорит, ой, да, на самом деле, я не знал, насколько вот это... То есть меня поразило, что, ну да, вот казалось бы, это прекрасный повод друг другу отхлестать по щекам и попытаться помериться с знаниями, но вот как-то этот конфликт рассосался на ровном месте, и наоборот, мы расстались с друзьями. Я думаю, что мы часто недооцениваем значение такой простой вещи, как манера речи, даже интонация, даже выбор слов. Потому что вот то, что вы сделали, поправив человека с уважением к нему, с непринижением, не демонстрация ему, посмотри, какой это невежа, и так далее, и так далее, человек сохранил лицо. Вы исправили его ошибку и в то же время не унизили его. И это, кстати, прекрасный навык. Я думаю, что те наши слушатели, которые нас сейчас слышат, это то, что любому человеку стоит взять на вооружение, как простую вещь. Ты хочешь погасить агрессию или не раздувать ее, продолжая разговаривать с человеком уважительно. Я прямо вот сейчас, опять вот у меня какая-то история из жизни. Дело в том, что когда учился в историко-архивном институте, я ходил в кружок Сигурта Оттовича Шмидта, академика, который сын полярника Отта Шмидта, ну то есть, ну какая-то вот для студентов просто небожитель. На этот кружок он приглашал своих друзей, таких же академиков, как и мы, по учебникам, которых мы учились. И меня вот именно поразила уровень вот дискуссии, то есть когда они, ну вот вызывали студентов, и какого-нибудь студента, ну первокурсник или второкурсник, что-то вот, ну высказывал свое мнение, вставал академик, и он говорил там, уважаемый коллега, вот они обращают себя к нам, при всем моем уважении, там к вашим взглядам, вот мне кажется, и вот он там разбирал его, указывал на ошибки, но делал это подчеркнуто, чуть ли не вот, ну как бы с таким авансом на равных, и мы когда выходили, после этого кружка, мы уходили окрыленные, просто потрясенные тем, что, ну тот человек, по учебникам которого ты учишься, разговаривает с тобой очень невероятно уважительно, и вместо того, чтобы, ну как бы вот, размазать, условно говоря, по стенке, вот показать, насколько его уровень высок, он необычайно интеллигентно, в общем, старался наоборот, поднять тебя до своего уровня, и это был щедрый аванс, который тебя потом вдохновлял дальше учиться, и, ну вот, задавал какой-то тон тому, как ты должен вести себя на научной дискуссии. Это очень важно, когда в человеке нет стремления демонстрировать свое превосходство. Я помню, когда я еще студентом работал санитаром на скорой помощи, только начинал работать, и вот мне попался доктор, который при больных называл меня коллега, и мне это был взрослый человек, а мне мальчишке это было крайне лестно и приятно. И вроде ничего не стоит, но уважительное обращение. Это было очень для меня хорошим поучительным опытом. Я, кстати, давно заметил, что, когда где-то я даже об этом в соцсетях написал, что так уж сложилось, что люди, которые со мной разговаривают пренебрежительно поучающим тоном, обычно не имели никаких оснований. Люди, которые меня сталкиваются, меня превосходят интеллектуально, профессионально, не знаю, шириной кругозоли, эрудиция и так далее, всегда меня поправляли или дополняли мои знания в крайне уважительной форме. Вот, очень уважительной форме. И это вот какая-то закономерность, мне кажется, что когда человек наделён знаниями и превосходствами, которые в чём-то есть, он им не наслаждается, его цель не показать тебе, какой он умный, а ты нет, а его цель научить тебя, поправить тебя, но максимально с березным отношением к твоим чувствам. То есть, в общем, это люди, наделённые хорошим эмоциональным интеллектом, я бы тоже сказал так. Из журналистской практики меня что-то сегодня прёт, когда сталкиваешься постоянно, когда приезжают эстрадные звёзды, многие из них считают нужным, ну, чтобы показать свою значимость, опаздывают на интервью, чтобы журналисты ждали, чтобы это нагнеталось, какое-то ожидание прихода звезды. Сара Брайтман, которая пела в «Призраки оперы», знаменитая, великолепная певица, её пресс-конференция была в субботу, и когда пришли журналисты, она пришла минута в минуту, первое, что она сказала, я очень благодарна вам за то, что я знаю, что сегодня выходной день, что вы нашли время для того, чтобы встретиться со мной, прийти ко мне. И вот это было просто потрясение от того, что невероятно, ну, звезда действительно мирового уровня очень ценит время других людей. Когда ты был на концерте Джо Кокера в межопарке, который, в отличие от многих, начал концерт минуту в минуту, два часа без всякой фонограммы честно всё отпел, и в минуту в минуту ушёл. В общем, было профессионально. Ну да ладно, мы отвлеклись немного. Звонок? Да, звонок. Здравствуйте. 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 Вот я заметил из своего опыта, когда уровень жизни становится выше твоего, то люди становятся агрессивнее. А когда снижаются до твоего уровня либо ниже, то агрессия куда-то исчезает. Вот вопрос такой. Большие деньги и большая власть меняют человека, либо раскрывают в нём то, что он скрывал. Спасибо. Я думаю, что это не обязательно. Наверное, ваш опыт был таковым. Я, наверное, часто замечал, особенно в 90-е годы, когда кто-то начинал зарабатывать большие деньги, это ударяло в голову. И да, но это не было агрессией. Вот тогда многие подчёркивали свою статусность, свою высокомерию и так далее, и так далее. Но я также знал людей и немало, которые, когда стали зарабатывать большие деньги, в них раскрылась и возможность помогать другим людям. Так что, наверное, это не так однозначно. Окей. Мы распознали агрессию. Мы распознали агрессию свою или распознали агрессию оппонента. Теперь на свой вопрос, что мы с этим хотим делать. Со своей, здесь, наверное, проще прислушаться к себе и задуматься, если у тебя есть время задуматься, досчитай до десяти. Что ты хочешь с агрессией сделать? И если её сейчас выпустишь в полном объёме, каковы будут последствия твоей агрессии? Ты сейчас накричишь на человека, унизишь человека, высмеешь его взгляды и так далее, и так далее. Что дальше? Всегда можно, всегда говорю своим пациентам, что есть хотя бы минута задуматься, что будет дальше. Что ты хочешь почувствовать? насладиться зрелищем зрелищем поверженного врага. Хотя он больше и не враг может. Или ты потом себя почувствуешь, когда успокоишься неловко, зачем я так напал на человека. Или ты рискуешь получить отпор, какого не ожидал. То есть, потому что с самим собой договариваться, наверное, проще. Если мы говорим о том, что мы видим агрессию со стороны противника. Опять подчёркиваю, мы говорим о эмоциональной, психологической, вербальной агрессии, не о физической агрессии. Физическая – тоже другая стадия. Здесь возникает очень простой вопрос. Ты вообще хочешь участвовать в конфликте или нет? Ты хочешь быть сильным соперником? Ты хочешь отвечать человеку оскорблением на оскорбление? Ты хочешь с ним вступить в долгую пикировку? Если хочешь, то опять вопрос у себя зачем? Чего ты хочешь добиться в результате? Тем более, мне кажется, такие перепалки в реальности, они куда более конечные, чем перепалки в переписке. Потому что переписка в интернете напоминает массовую драку вселенной какой-нибудь праздник. Начинают драться двое, потом сбегаются такие же наших бьют и начинается массовая драка уже непонятно за что. Если посмотреть конфликты в Фейсбуке, в том же текст, комментарии, комментарии на комментарии, а сам, а ты кто такой, как у Ильфа и Петрова, и так далее, и так далее. Это начинает носить бесконечный на несколько дней затягиваться. В реальности мы уже заснули и полегли уставшими, а в переписке всё это продолжается. Так вот, мне кажется, вот лично я ужасно не люблю участвовать в этих долгих перепалках. Единственные люди, с кем я люблю спорить, это те, от которых я вижу и чувствую, что это будет спор рациональный. Это спор, где человек обменивается с тобой какими-то аргументами, фактами, это дискуссия с уважением друг к другу, и ты видишь, что это будет спор, но не агрессия. В этом имеет смысл участвовать. Всё остальное лично я считаю напрасной тротой времени. Есть, конечно, мне хочется поотначивать искусство словесного фехтования, оскорблений, уколов, язвительности и так далее, и так далее. Лично я применяю обычно простые способы. Обычно я говорю, что похоже на с вами разные точки зрения, и спорить бессмысленно. Мы друг друга явно не убедим. Или когда человек тебя осыпает какими-то фразами, ну, опять на сегодняшний день мы это часто говорим, что то, что мы прочли в интернете, в новостных порталах и так далее, я задаю вопрос себе и человеку, откуда вы знаете, что это правда? И это вот когда прекращается скандал, а человек вдумывается, а действительно, откуда я знаю, что это правда? Я не был очевидцем или еще чего-то. То есть, если человек начинает вдумываться, есть риск, что это сейчас конфликт прекратится. Или если человек начинает по-прежнему тебя осыпать тем, что он где-то прочел, в этот момент ты опять говоришь, вы знаете, я не вижу смысла продолжать дискуссию, и если ты в интернете прекращаешь переписку, ну, если человек очевидно особо назойлив и группы его можно просто заблокировать, в жизни можно просто разойтись, оставить эту дискуссию в покое. Иногда ты видишь, что человек, как я уже не говорю, какая-то у него есть другая причина, явно под всем этим лежит другая причина, и вот эта дискуссия, эта агрессия, это такой канал, куда это переполняющий человека злость уходит. В данный момент тебе не повезло, и ты оказался объектом приложения этой злости. И в этот момент можно искренне сказать, это бывает и в кабинете у психотерапевта, но это вполне применимо в реальной жизни. Можно сказать, послушайте, мы сейчас спорим, а почему вы так сердитесь? Я же не призываю к массовым убийствам, я не говорю ничего оскорбляющего вас или вашу семью. Почему вы так сердитесь? Чувственно, вы спорите с такой агрессией, с такими интонациями, мы же спокойно говорим. И это тоже иногда помогает. Человек начинает с собой разговаривать спокойно, вдумываться, вслушиваться в себя и так далее, и так далее. То есть, я подчеркну, не надо стараться быть таким кухонным психотерапевтом и говорить человеку, я вижу у вас много агрессии, или я вижу у вас что-то. Не надо, не надо никого диагностировать, когда тебя об этом никто не просил. Но заговорить с человеком, спросить его просто, почему вы так злитесь, это нормальный человеческий поступок. Нормальный человеческий поступок. Иногда, когда, я не знаю, вы сталкиваетесь или нет, я как-то замечал, что вот есть спор, он может быть политический, вообще не политический, он другому человеку, аж слезы в глазах стоят. Вот он злится, он кричит, он до слез взрывается. И в этот момент можно спросить, а почему он так плохо? Я же вижу, вам как-то ужасно плохо. Отчего? Я же вам не сделал ничего плохого. Вот мне кажется, спокойный, уважительный диалог, это то, что часто помогает. Это то, что часто... Есть случаи, когда у человека агрессия несёт таким потоком, что ты бессилен что-то сделать. Тогда, честно говоря, поскольку это не курская дуга и так далее, можно выйти в сторону. Да, оставить поле боя человеку и просто попрощаться и уйти. Прекратить разговор, переписку, или в конце концов можно спокойно стоять, сказать, что вы знаете, во что он оскорбителен, я не готов продолжать разговор в таком тоне. Это тоже не злобно, не унизительно, в этом нет неуважения к своему оппоненту и так далее. несколько сложнее иметь дело с тем, что называется пассивная агрессия. То есть, когда человек тебе вроде не говорит ничего оскорбительного, но в его интонациях, формулировах сокрыта такая вот язвительность. Ну, как сказать, ну, конечно, вы же такой умный, ну, конечно, вы же всё знаете, или, как такое слышал, ну, вы же такой продвинутый, я вижу, пытаясь как будто воспарить над проблемой и смотреть на нас, грешных, свысока и так далее, и так далее. Это называется пассивная агрессия, когда на тебя напрямую не нападают, но в интонациях такая некая ядовитость присутствия, я думаю, все с этим сталкивались неоднократно. В этот момент может ввести к шутке, ну, вот такой я возвышенный человек, да, вот так я с высоты своей мудрости смотрю на всё, как будто с тобой шутят и ты отвечаешь шуткой, а можно сказать напрямую, а почему вы со мной говорите с таким сарказмом, что вы сейчас во мне такое нашли смешное и пытаетесь выспичить, если вы хотите что-то мне сказать, скажите напрямую, зачем все эти ядовитые шуточки, то есть противоядие от агрессии это спокойный диалог, это спокойный диалог, конечно, мы никогда не застрахованы от того, что уже в реальной жизни мы делаем с человеком, который начинает переходить к оскорблениям, а может даже к угрозе физической агрессии и так далее, но это опять совершенно отдельная тема, что нам делать с чьей-то физической агрессией, наверное, можно как-то посвятить отдельную передачу. Потому что это напоминает, да, был такой анекдот, пародирующий вот все эти в восточной мудрости, если о тебе говорят плохо, радуйся, что тебя не оскорбляют, если тебя оскорбляют, радуйся, что тебя не бьют, если тебя бьют, радуйся, что тебя не убивают, если тебя убивают, радуйся, потому что ты покидаешь от так плохо устроенный мир. Ну да, можно, конечно, утешаться таким образом, но до определенных пределов. Почему мы сегодня об этой теме заговорили? Потому что все вокруг пропитано агрессией. И вот эта часть этой агрессии, вот то, о чем мы сегодня с вами уже упоминали, это высокомерное отношение к мнению оппонента. Ну вот если мы сейчас заглянем в эту бесконечную переписку на военные темы в интернете, а почему обычно переписываются и спорят люди, которые крайне далеки от линии фронта. Мнения, которые противоречат чему-то мнению, сразу говорят, а вы меньше телевидения смотрите, а там надо вписать нужное, российское, украинское, западное и так далее, и так далее. То есть человек, который с тобой ни одного мнения, автоматически принижается. То есть ты наделен аналитическим складом подлинной информации, а он оболванен. То есть всегда проще объявить своего оппонента оболваненным сразу на несколько ступеней воспарив над ним. И сейчас, к сожалению, агрессии очень много, и я вижу людей у себя в кабинете вполне вроде бы всегда адекват, которые сам говорят, я не могу это проконтролировать. Это сильнее, это вспыхивает, я просто с кем-то не могу разговаривать, я не могу с ними обмениваться мнением, и меня взлят, я или взрываюсь, или перестаю с ними общаться, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это важно понимать, что мы сейчас живем во время эпидемии агрессии, эпидемии чумы, или ковида, который мы все недавно перенесли. С ковидом было проще, носи маски, мой руки, меньше общаясь с людьми, и может быть и не заболеешь. Действительно, тоже есть правило, не вступай в политические споры, не ругайся, выйдя в агрессии от спора, не пытайся агрессию слить по какому-нибудь другому поводу. А главное, мне кажется, это может немножко прекрасно душно прозвучит, не забывай, что к людям надо относиться с уважением. Вот просто с уважением. Даже если люди, скажем так, немножко сопределим, для меня есть разница уважать человека и уважительно с ним разговаривать. Уважительно разговариваем мы с любым человеком, ну, мы с ним вежливо разговариваем. Мы его не оскорбляем, мы его не унижаем, мы все разговариваем вежливо. Уважать надо за что-то. Не тебе человека уважать просто так, потому что он перед тобой стоит. Уважаем человека за какие-то качества, достижения, испытания, которые он прошел и так далее. Вот можно сказать с человеком уважительно. В какой-то книжке был девиз американской военной полиции. Мы обращаемся к человеку уважительно до тех пор, пока он своим поведением этого заслуживает. Но поскольку мы не американская военная полиция, у него будут стоять дубинки и так далее, но мне кажется, есть очень простая альтернатива. Или ты человеку говоришь уважительно, пытаешься воззвать к его логике и то, что мы сегодня озвучивали, пытаешься его спрашивать, почему он с тобой так говорит, почему он так злится, формулирует свою мысль, если ни к чему не приводит, мы просто прекращаем это общение и уходим и от человека, и от конфликтной ситуации. То есть такая есть презумпция невиновности, здесь презумпция как бы уважительности. То есть мы как бы изначально предполагаем, что человек достоин того, чтобы его уважали, пока он не докажет обратное. Да, и помним, что когда мы переходим на уничижительный манер разговора, мы автоматически унижаем сами себя. Мы становимся тем самым образом, который в обществе нам очень неприятен. Когда мы пытаемся быть надменными носителями тайного знания, мы становимся очень смешными в этот момент и выглядим беззащитно и уязвимо. То есть чем больше ты пытаешься раздуться, тем больше видно, что ты наполняешься воздухом. На этом всё, наверное, сегодня. Спасибо большое. Диагноз недели Резник Мартов и до встречи через неделю. Радиоболтком Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова